Итак, дорогие друзья, доброе утро, доброе утро всем бодертов, бонжур, привет, хелло, доброго ранку, любители Торы, доброго ранку, любители Торы, те, кто хотят изучать божественную мудрость. И вот сейчас фейсбук нас всех запускает в виртуальную бэтмидраж, у нас виртуальный бэтмидраж. Можно комиссарук? Так, отлично. Все, у нас, кстати, если вы посмотрите, есть ссылочка, мы одновременно сейчас начали делать трансляцию в инстаграме на страничке Вайкра платформа, вот есть там ссылочка и платформа Вайкра. То есть сейчас инстаграм, он очень-очень такая популярная тоже сеть, и мы там тоже сделали страничку, и, значит, туда и ведем трансляцию. Кому удобнее смотреть в инстаграме, можешь смотреть в инстаграме. Хорошо, дорогие друзья, все, все собрались, Олег Ярошенко, доброе утро, все. Как говорил Шамай, Шамай впертеевод, он говорил так, что «Осе торатеха кева, сделай Тору постоянной». И принимай каждого человека с приветливым, веселым выражением лица. Так вот, «Сделай Тору своим постоянным занятием». Мне объяснял как-то Равин, когда учился в Ишиве, Рав Кудель его звали, да, он мне такой пример привел. Вот почему надо сделать Тору постоянным, и вот мы то, что в 10 часов утра учимся, в 10, в 11 по Москве, это очень круто и правильно. Значит, он объяснял так, вот есть, например, пожилой отец, и он живет, например, там, где-то живет он в доме престарелых, допустим, да. И вот он живет в доме престарелых, в Израиле это очень, как бы, принято, что у них там очень хорошие условия, они, у них там врачи, ну, то есть, они живут очень классно в своей компании, то есть, это не как здесь, как-то дом престарелых, что это страшно. И вот, значит, живет этот отец в доме престарелых, и у него есть два сына, и каждый из сыновей, он его проведывает по полчаса в день. Но один сын, он такой занятый, занятый, и он, значит, он приезжает, когда у него есть свободное время, он то приехал утром, то вечером, то днем, то есть, отец никогда не знает, когда он приедет, он, как бы, когда есть свободное время, он приезжает. Приезжает каждый день, то есть, молодец, каждый день у него, он говорит, я должен отца проведать каждый день, но во сколько, как получится. Второй, он каждый день установил у себя время на 10 утра и говорит, у меня это время занято для того, чтобы я проведывал отца. То есть для меня все остальное, оно менее важно. И хотя они оба в день, оба каждый день проведывают, оба каждый день одно и то же время проводят с отцом. Но один это сделал основой своего дня, таким постоянным, сделает Тору свою постоянной. А второй сделал это, ну, когда получится. И ценность вот этих 30 минут постоянных, оно намного выше, чем, то есть этим человек наделяет, как бы, эти 30 минут намного большей ценностью, если он это делает постоянно, кого в одно и то же время. Это вот одно из объяснений, что имел в виду Шамай. Хорошо, теперь, значит, мы изучаем уже у нас сегодня 190 урок, 24 глава, 28 отрывок. Значит, 27 отрывок нам дали стратегию жизни, что вначале нужно приобрести профессию, потом подготовить поле, а после этого строить дом и жениться. Так нам посоветовал царь Соломон. Теперь 28 отрывок, и он нам советует, альтеи эт хинам береха, значит, не будь свидетелем бесплатным, дословно переводится. Хинам это бесплатным. Не будь свидетелем бесплатным на ближнего своего. Ва афетита бисфатеха. И афетита это питуй, ну как питуй, это соблазнение устами твоими. Не соблазняй устами твоими. И соблазняя, можно так перевести, соблазняя устами твоими. 28 отрывочек, да. Переводят его на русский так. Не будь лжесвидетелем на ближнего своего и не обманывай устами своими. Значит, а где же слово хинам? Своего, не написано тут. Не будь лжесвидетелем на ближнего своего, просто пропустили. Эдхинам. Смотрите, значит, комментаторы, которых я изучал, да, которых я посмотрел, они говорят не так. Они говорят, что Эдхинам свидетель пустой. Вот смотрите. Знаете, вот Эйтан сегодня в синей кофте. Он кофту синего цвета одел. И, значит, и там, я не знаю, куртка у него коричневая. Вот я вроде бы сказал правду. И я вроде засвидетельствовал. Ну, это все пустое вообще. Кому какая разница? В какой он кофте? Какая куртка? Зачем? Ну, то есть, понятно, что это пустой разговор, грубо говоря, да? И он вообще ни о чем. И люди в большинстве своем, они тратят свое время, говоря ни о чем. Они просто впустую перегоняют мысль, время, энергию свою перегоняют, да? Это называется свидетель пустой. Теперь, что такое соблазнять словами? Но если я Эйтану скажу, Эйтан, ты такой хороший лектор, там, ты молодец. То есть, я вроде и правду скажу, но когда ты в человека вкладываешь комплимент, похвала, там, когда ты говоришь, ну, вообще просто даже послушал его внимательно, то ты в него вложил какие-то, какие-то, ну, вложил в него что-то, да? И этим самым ты как бы создаешь потенциал обратного действия. То есть, это ты, ну, можно сказать, заработал. То есть, каждый раз, когда ты делаешь кому-то добро, послушал, сказал хорошее слово, то в этот момент ты заработал. Если ты ему дал хороший совет, и он с этого совета заработал деньги, то ты тоже заработал. У тебя депозит на небе. Даже если он тебе не дал, не дал никакие деньги. У тебя очень много, у меня же почти большая часть того, что я делаю, я делаю бесплатно. Маленькая часть я делаю за деньги. Но из-за того, что я бесплатно даю людям очень хорошие советы, как заработать, там, как это, каждый раз, когда ты даешь кому-то хороший совет, то ты депозит себе создаешь на небе. Так вот, значит, царь Соломон говорит, не трать свое время на пустые разговоры, быть свидетелем на ближнего. То есть, особенно, это вообще, если ты говоришь простые вещи, такие нейтральные, то ты просто пустой свидетель. Если ты говоришь плохое, то это запрет Торы сплетничать. Рахилут, лошонара. То есть, если ты говоришь что-то, что негативное, что приносит вред человеку, то это вообще запрещено. Это прямо реально, за это потом такая отдача, причем я много раз наблюдал эту отдачу, очень просто. Человек говорит про другого гадости, ну, просто, вот, встретились, о, ты знаешь, это такое, там, на него наговорил гадости. Тот, кто слушал, он думает, так, у тебя сейчас отойду, он сейчас про меня такое же скажет. И он просто этого человека перестает, там, воспринимать, делиться и так далее. То есть, идет раздача сразу на лошонара, это злоязычие и на сплетни. Но даже правдивые вещи, но пустые, тоже не нужно говорить. И соблазнять устами тоже не нужно. То есть, а что нужно, нам до этого сказали. Учи свою работу, засевай свое поле и, значит, что женись, строй семью, все для тебя сделает Бог. То есть, ты делай свое, Бог сделает свое. Тоже у меня вчера был разговор, один там парень, он говорит, вот, я там работал, заработал, а теперь боюсь теперь, что у меня так не получится. Я говорю, ну, а смысл тебе бояться? Какой смысл вообще? Ну, что ты себе придумываешь? Я вот сейчас сделаю, у меня не получится. Но какой смысл вообще в этой вот пустой мыслительной деятельности? Ты лучше то время, когда ты думаешь, представляешь, а что будет, если не получится, ты подумай, как сделать так, чтобы получилось. И это тоже не факт, что получится. То есть, ты увидишь, когда сделаешь, увидишь, получилось, не получилось, там и так далее. То есть, у человека обычного в день от 50 до 70 тысяч мыслей проходит в голове. 80% из них повторяющиеся. То есть, он просто, у нас-то говорили, гоняет пургу в голове. Вот он просто в холостую такой крутит, крутит. А это же уникальный механизм. Вот этим вот механизмом человек создает свою жизнь. Если он крутит мысли негативные, он создает негативную жизнь. Крутит мысли позитивные, создает позитивную жизнь. Но если он крутит, или мысли пустые крутит, он создает пустую жизнь. Понятно? Теперь дальше, 29-й отрывок. 29-й отрывок, он нам говорит следующую вещь. Аль-Томар, Ка-Шер, А-Са-Ли, Кен-Э-Се-Ло. Это следующий у нас идет коммуникационный такой совет. Он звучит так. Не говори, как сделал он мне, так я сделаю ему. А-Ши-В-Ля-Иш-Ке-Пу-А-Ло. Что я верну человеку, как его действие. Так не говори. Значит, чем люди думают, беседуют. Но дальше у каждого включена очень простая схема. Что, значит, как ко мне, так и я. То есть, это как бы понятно. И есть такая поговорка, с волками жить, поволчьи выть. Так вот, нам царь Соломон говорит неправильно. Нельзя так. То есть, не возвращай человеку, как он. Если он дурак, ты не должен становиться дураком. Если он волк, ты не должен становиться волком. Если он ведет себя неправильно и бухает, ты не должен с ним бухать. То есть, написано, не говори себе, что как он сделал мне, так я сделаю ему. Не будь рабом, не будь реактивным. То есть, по Стивенукову, есть такой тоже очень умный человек, он говорит, человек должен быть проактивным. Он должен создавать свою жизнь изнутри. Вот моя цель, вот моя система ценностей, вот мои правила. Значит, вот, ну, как бы мы изучаем Тору, и понятно, что лучше вставить себе, как правило, систему Торы. Но у любого человека есть какая-то система правил, какое-то мировоззрение, которое он не придумал, а где это взял. То есть, мы все, в принципе, живем по каким-то схемам, которые получили от кого-то. Хорошая схема или плохая, можно определить по жизни человека. Если у него жизнь складывается, значит, все хорошо. Если не складывается, значит, схема не работает. Но каждый человек живет в рамках какой-то схемы. Так вот, но в рамках какой бы схемы человек ни жил, у него включена вот эта вот внутренняя программа, как мне, так и я. Но эта программа, она имеет недостаток, что ты становишься рабом других людей. С волками жить, по волче выйти, ты начинаешь выйти. Тут, значит, там с хомяками жить, как хомяки жрать. Ты жрешь, как хомяки, значит. С собаками жить, как собаки гавка, ты гавкать начинаешь, да. Ну, то есть, это что за жизнь такая? Это неправильная жизнь. Царь Соломон нам говорит, аль ты, сейчас, аль Томар, не говори, как сделал он мне, так сделаю ему. Ашив ляишки пуало, верну человеку, как его действие. Не надо. У тебя своя программа, свои правила поведения. Живи по своим правилам. Он, значит, пытается тебя втянуть в свою игру, не втягивайся. То есть, ты не обязан отвечать на телефонные звонки. Нет обязанности, я не отвечаю на телефонные звонки. Почему я должен отвечать? Это как раз вот этот конкретный случай. Я сижу, занимаюсь своим делом. У меня есть, например, там, проект, статью написать, урок провести, ну и так далее. То есть, я задумал, вот мое дело. Тут в этот момент кто-то решил мне позвонить. Например, сидит менеджер по продажам в какой-то компании, ему дали мой телефон, и он мне звонит. Почему? Какое у него право есть меня дергать? Никакого. Значит, но он, обычный человек, как он сдернулся, значит, со своего дела. Оп, ответил. Менеджер, здравствуйте, здравствуйте. А вот вы знаете там то-то-то. И они же знают, как у них есть скрипты специальные. Как человека зацепить, как его там... И они ведут человека по скрипту, и большинство людей ведется. Царь Самон говорит, не ведись. Аль, Тумар, Кашера, Сали, не говори. Как он сделал мне, так сделаю ему. Это манипуляторы все этим пользуются. Все манипуляторы, они знают закон, что все нормальные люди с детства их дрессируют прямо в песочнице. Тебе дали машинку, скажи спасибо и дай ведерко. И так человек, как первых там пять лет своей жизни, прям программирует. Теперь любой манипулятор, он знает, что... Здравствуйте, у нас для вас подарочек. Джжж, ну как, ну неудобно, он же мне подарок дал, он же мне там, значит, это... А потом за этот подарочек человек расплачивается. Понятно, да? Все. Очень полезно это нам царь Самон сказал, что не будьте реактивными. Не будьте реактивными ни в какую сторону. Даже в добро надо понять, что многие люди делают добро, и по факту это не добро. По факту это то, что вот нам до этого говорили, соблазнять ртом. По факту это взятка, соблазнение, манипуляция. Поэтому даже добро не должно жестко тебя цеплять. Ты должен быть благодарен, но только ты должен сам для себя решать. Или я это делаю, или я это не делаю. Если ты это делаешь, то ты это делать должен по своей системе ценностей. Понятно? Хорошо, теперь, значит, идем дальше. Вот это как раз полезная сейчас, очень полезная для многих людей мудрость. Да, это 30-й отрывок, 24-й главы. Я сейчас готовлю как раз программу, называется «Победитель лени». И по опросам самый главный враг людей – это лень. То есть люди, которые вот спрашиваешь, ну а чего ты вот вообще там не делаешь? Ну у тебя же там возможности такие, таланты там все. Эх, ленивый я. Самый частый ответ. Вот царь Соломон говорит здесь. Аль сде иш ацель аварти. Он говорит, я на поле человека ленивого прошел я. Прошел я по полю человека ленивого. Валь кэрем адам хасар лев. И прошелся я по винограднику человека хасар лев. Хасар лев – это другое качество. А хасар лев – это тот, кто не управляет собой и своими эмоциями. То есть есть ленивый – это тот, который не может делать. У него его внутренняя вот это животное, внутренняя корова, оно такое сильное, и он себя не может заставить делать. А хасар лев – тот, у которого нет, он не управляет своим сердцем. Он наоборот такой. Он то вскочил, то побежал, то он не может лечь спать, потому что он занят мыслями. Потом он не может встать. Потом, значит, у него вдруг он активно начинает бежать в спортзал. Потом из спортзала он уже, там он сел и задумался в спортзале. То есть это называется человек, который не управляет собой, но он не ленивый. Понятно, да? Он просто не собранный, не организованный. Это два разных. Хасар лев – не управляет своим сердцем. Ленивый – это который уже не встает вообще. Ну, то есть лень – это более тяжелое качество. Очень тяжелое. Да. И поэтому царь Соломон, он как раз разделяет вот эта притча, потому что поле, он говорит, я по полю человека ленивого прошел. На поле надо делать много разных работ. То есть там нужно поле вспахать, посеять. Там, в общем, много работ. Виноградник, там мало работ. Там нужно только виноград, он уже сам растет. Нужно только его охранять и собирать. И он, поэтому он приводит два разных примера. Вот я по полю прошелся ленивого. Сейчас мы посмотрим дальше, что будет. И прошелся по винограднику неорганизованного, скажем так. Так, неорганизованного. И что? Ве ины, ала куло, ким шу ним, ка су панаф, хару лим, вегедр аванаф. Значит, он говорит, вот результаты, вот результаты. Значит, зарос крапивою, покрылась поверхность бурьяном, и каменная ограда его обрушилась. Он говорит так. Поле, если за ним не следить, оно зарастает, бурьян, вся вот эта вот штука. Виноградник, там мало работы. Ну, нужно просто охранять его, охранять. Он в забор разрушился, тоже не получается. То есть, если человек ленивый, у него вообще ничего не получится. И на месте лени вырастает всякая бурьян, крапива, ну, в общем, вырастает всякая, как сказать, когда человек ленивый, он же, он ленивый, но у него же голова-то работает. А как у него голова работает, если он ленивый? То есть, по факту она работает неправильно, и у него начинают вырастать на этой голове объяснения, почему он ленивый, почему лень сделала из обезьяны человека, и что лениться хорошо на самом деле. И там, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. У него начинает расти бурьян в голове, у этого человека. Теперь тот, кто неорганизованный, у него забор разрушится, он непонятно, куда его это все приведет. Так что делать? Что делать? И 32-й отрывок нам говорит, мы сегодня главу как раз закончим, классно, мы не ленивые. Он говорит так, значит, он говорит так, значит, и он говорит, посмотрел я, и свое сердце обратил, значит, тут тоже интересно, тут каждое слово имеет очень глубокое значение. Есть Ре и Я, есть когда человек смотрит глазами, а есть Хозе, это Хозе, это видящий, дословно переводится видящий. Знаете, есть люди, которые видят глубже, чем видят глазами, то есть у них есть какое-то видение, которое глубже, чем видение глазами. Обычно вот это вот Хозе, был такой человек, Хозе из Люблина. Он жил где-то лет 200 назад, видящий из Люблина. Он был, Хасидский, один из учителей великих. Так он был слепой. Он был слепой, но к нему все приходили за советом, и он как бы, ну, не пророк, но у него был как Руаха Кодыш, да, Святой Дух. То есть, но его назвали Хозе, видящий из Люблина, при этом он был слепой, то есть, чтобы было понятно значение этого слова. И царь Соломон говорит, посмотрел я в сердце своем, и что я увидел, и увидел я, он говорит, посмотрел я в сердце свое, и увидел, лакахти мусар, и взял я мусар. Значит, что здесь, что здесь, ну, как бы в этом отрывке, непонятно он к чему идет, да, что значит, посмотрел я в сердце свое, и взял я урок. Мусар это, мы знаем, что мусар, это слово, производное от страдания, и маасар, это ограничение. Вот здесь он нам показал, что, что является средством, для того, чтобы победить вот эту вот лень. То есть повернуть взгляд надо на себя, и когда человек поворачивает взгляд на себя, то он понимает, понимает, осознает, видит, что все его отговорки про лень, там, не могу и так далее, это не более, чем отговорки. Вообще не более, это такая пустота. У меня, кстати, есть среди, вот я сейчас разработал новую программу, победите лени, и там есть 20 способ, как победить лень. Он очень простой. 20 способ, это просто закрыть глаза, и посидеть, наблюдая за собой, просто наблюдая за собой, за своим дыханием, наблюдая за собой. Если человек сидит 10 минут, наблюдая за собой, у него внутри такая сила просыпается, невероятная. То есть он выходит из плена своих вот этих вот мыслей, не могу, нету сил, нету это. Когда он собирает свое внимание на себя, как бы вовнутрь себя, посмотрел в сердце свое, у него сразу идет такая сила, вообще огромная, и он может после этого легко встать. А против неорганизованности есть у нас вот этот вот мусар, мусар. То есть если ты неорганизованно, ты ломишься туда, сюда, то есть ты не можешь себя взять в ограничение, то будет ограда разрушиться, ничего не будет. То есть есть люди, которые, я сам такой раньше был человек, где-то до 30 лет, я был человек, которого я все время за все хватался, я был именно хасерлем, не умел управлять собой. То есть я не был ленивым никогда, но я все время начал, бросил, начал, бросил, тут не идет, вау, вот эта тема, туда значит. Один трактат начал учить, тут потом начал другой трактат учить, потом начал третий учить, потом какую-то книгу другую, в итоге ничего не заканчивал. И это называется хасерлем, у человека не хватает управления своим сердцем. Теперь потом, если взять свое сердце в управление, то это ограничение. То есть ты как бы себя ставишь, мусар от слова маасар, ты как бы себя ставишь в тюрьму, и ты даешь себе выход только в одну сторону. Вот я решил, вот мой план, и я уже с этого плана не схожу. И оп, и один трактат закончил Талмуда, второй закончил, потом одну книжку написал, вторую книжку написал, третью. Каждый раз, когда начинаешь писать, хочется, когда попишешь чуть-чуть, не хочется. То есть заканчивать любой проект, тут есть один способ, это тюрьма. Ты должен себя поставить вот в эту тюрьму, самодисциплины, оставить себе только одну дверь, всему сказать нет, всем остальным идеям, возможностям и так далее. И двигаться в одну сторону. Но до этого ты должен не быть ленивым, то есть ты должен научиться понять, что вот эта вот лень, все эти отговорки, разговоры, это все ведет к тому, что зарастает все крапивой, бурьяном, и человек в жизни ничего не делает. Понятно, да? И дальше он объясняет технология, каким образом лень идет, да? Он объясняет вот этот внутренний разговор. маат шенот, чуть-чуть поспать, маат нумот, чуть-чуть подремать, маат хибук ядаем, чуть-чуть посидеть, вот так вот, обняв себя руками, лишь шкаф, и полежать еще надо после этого. Вот это идет, как бы, технология лени, да? Давайте еще раз прочитаем ее, 33-й отрывок. Чуть-чуть, чуть-чуть поспать, маат шенот. То есть, почему здесь интересно есть, чуть-чуть поспать, ну, человеку нужно спать, необходимо спать, ну, вот он поспал уже, но когда он уже поспал, вот тут самое страшное, начинается маат нумот, чуть-чуть подремать. Зачем тебе подремать после поспать? Ты же уже поспал. Все, вот это вот уже подстава. Когда ты уже поспал, то есть, ты необходимый минимум отдыха выбрал свой, да? Дальше, вот это подремать, это уже пошла лень. Маат хибук ядаем, просто так посидеть, это вообще уже, уже точно лень. Ли шкаф, и еще после этого полежать, все, это уже капец, да? Провал полный. Теперь, и что будет тогда? Он говорит, смотри, мы живем в мире причины-следствия, то есть, если ты идешь, что посеешь, то и пожнешь. Вот это все посеял, чуть-чуть поспать, чуть-чуть полежать, чуть-чуть посидеть, руки, ну, как бы, обхватив себя, потом еще полежать, уба, мит алех, рейшеха. И приходит, приходит, переводят как ходок, уба, мит алех, как бы, приходит приходящая бедность твоя. У махсареха, каишмаген. И потом идет махсареха, каишмаген, хисарон, каишмаген, каишмаген, она же это, ну, не страшно, ну, в принципе, что страшного, диван есть, все, лежишь, значит, лежишь. Но потом, следующая стадия, приходит уже недостаток, как человек с оружием. Вот когда тебе уже хочется кушать, когда нечем за квартиру заплатить, все. Это уже идет, как, ишь с оружием, по-современному, это жареный петух. Жареный петух, который начинает тебя клевать. И в этот момент начинаешь бегать, уже хасар лев, то есть у тебя, опять же, ты неорганизованно начинаешь бегать. И, в принципе, вот из этой ямы, из этой вот верхушки, вертушки такой, да, очень много людей не могут вылезти. Как оттуда вылезти, значит, собраться и понять, что любой путь, вообще жизнь, это человек для труда рожден. Человек рожден для труда. Человек не рожден для труда. Развлечений. И нам уже говорили, вначале работа, потом поле засей, а потом женись, развлекайся, дом и так далее. Но ты должен, за все нужно платить. И человек должен работать, и он должен быть организованным и двигаться по одной системе. Вот мы закончили, с Божьей помощью, 24 главу. 190 уроков. Да, вот эта системность, это прямо работа, это, с Божьей помощью, должно привести к тому, что в этом году Безрата Шем, выйдет книга, закончим Мишли, выйдет книга, в следующем году у меня уже план учить, есть третья книга царя Соломона, песнь песней. Я его, сколько раз я ее открывал и закрывал. То есть, эта книга о тайнах мироздания, она там очень тоже аллегоричная, но с помощью Малбима, Малбим на нее написал два комментария. Не один, а два. Там есть комментарии по-простому и комментарии вообще к глубокии, представляете? То есть, и попытаемся прогрызть, но это блинэдер, это пока у меня такой план, значит, песнь песней, вроде как про любовь, но там именно про уже такие абстрактные, высокие вещи. А может быть, будем какую-то простую книгу учить, такую. Я очень люблю, я практику, то, что мы сегодня выучили, тут конкретно есть три вывода можно сделать, да? Какие три вывода? Не болтай впустую, то есть, тот, кто болтает впустую, это прямая дорога, это уже дверь к лене открыта. Пустые разговоры, открыта дверь к лене. Дальше, не будь реактивным, это прямо реально здесь, ну вот, уроки-уроки такие для ежедневного использования. Первое, не болтай впустую. Второе, не будь реактивным, не зависят людей ни в своих действиях, ни в своих решениях, ни в своем времени, ни в чем не зависят людей, зависят от своих решений, от своего плана. Третье, Значит, не ленись, потому что лень приводит к бедности, к разрухе, ну, ни к чему, да, то есть, будь организованным, и какой здесь путь, значит, путь простой, это смотри на себя, вовнутрь себя, то есть, будь, то, что называется, проактивным по Стиве Нукове, то есть, все время заглядывая в себя и спрашивая себя, какая моя цель, куда я двигаюсь, то есть, что я выбираю делать. И второе, ну, поставь себя в Маасар, в тюрьму, в такую, да, самодисциплину, и тогда у тебя будет какой-то прямой путь, который реально принесет большие плоды, чего я вам всем и желаю, с Божьей помощью, чтобы каждый из нас создал в этом мире что-то хорошее, важное, и создав это важное, полезное, нужное, почувствовал от этого громадное удовлетворение, получил признание, деньги и почет, да, почет, а чего нет, значит, Шемтов, Шемтов, это хорошее имя, это всегда с тобой, и, значит, что еще, ну, и здоровье, конечно, главное это здоровье, а для здоровья тоже один путь, это каждый день им заниматься, тренироваться, вот на этом, кстати, я почему говорю, что победитель лени, это вначале возьми под контроль свое здоровье, если ты, ты можешь делать в день, там, 20 минут в день зарядку, да, спорт, начни с пяти, с трех, но если ты можешь каждый день заставлять свое тело двигаться, ты можешь все, что угодно, то есть, это знак, это такой прям конкретный знак, что ты управляешь собой, своей жизнью, если ты не можешь это сделать, значит, лучше себя не обманывать, ты не управляешь собой, потому что все знают, зарядка полезна, если ты не можешь себя заставить делать правильную вещь, конкретную, значит, что-то с тобой не в порядке, то есть, это точно знак такой, прямо лампочка уже моргает, что тебе нужно конкретно взяться за себя, за свою самоорганизацию, все, удачи, успехов, шаббат, шалом, всем шаббат, шалом, чтобы был хороший, прекрасный шаббат, спокойный, радостный, перезарядиться, и следующая неделя работы, 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 все, удачи, успехов.